Приветствую вас, давайте будем разбираться, что вы написали, давайте будем разбираться, что с вами происходит, давайте будем смотреть, в чём проблема. Итак, с бывшим мужем прожили три года, разошлись по моей инициативе, так как дома стал для него просто местом ночлега, чувств не было, а я просто домработница. Ну, а здесь сразу хочется отметить несколько важных, на мой взгляд, моментов. Первый момент, вы говорите, что не было чувств, ну, то есть вот, у вас, наверное, не было чувств, или у него не было чувств. Кстати, вот, достаточно интересен этот аспект, у кого именно не было чувств, у вас или у мужа, всё-таки. Потому что, если у вас не было чувств, как вы это восприняли, как сразу вы дали мужчине понять, что чувств у вас больше нет, и что нужно расставаться. Если у него не было чувств, ну, у него чувства ушли впервые, чем у вас, то здесь тоже аспект достаточно важный. Ведь, получается, вы терпели его определенное отношение к себе. Получается, что вы надеялись на что-то, получается, что вы, может быть, боялись с ним расстаться, или, может быть, вы не хотели этого. Да? Вот. То есть, не хотели расстаться, расставаться с ним. Но вопрос заключается в том, опять же, если вы боялись, то чего именно? Чего конкретно вы боялись? То есть, вот то, что для него дом стал ночлегом, а вы домработница, это проблема вашего восприятия себя, проблема самооценки, в первую очередь. Вашей. Потому что, в любом случае, вы, эээ, позволили себе жить на таких условиях, и, соответственно, нужно, вот, определить здесь, эээ... что именно стало, эээ, значит, эээ, ну, что именно стало субъективным основанием для этого. Понятно, да? О чем идет речь? Дальше. 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 Следующий важный аспект. Так, есть общая дочка, эээ, 3 и 6 года. А это вы к чему написали? Эээ, впоследствии, я вышлю замуж, и бывший муж, эээ, встречается с девушкой. А впоследствии, это как? Вот впоследствии, это что значит? Его поведение какое-то странное. Забрал он нашу дочку к родителям и не отдает. Мммм... Насколько он вообще имеет право не отдавать вашу дочь? Ва... вашу дочь вам? Что значит, забрал дочку к родителям, нашу общую и не отдает? На каком основании? Сейчас идут суды. По поводу. Со мной проживает мой сын от предыдущего брака, эээ, от предыдущего до него брака, ему 5 лет. А... Я пытался наладить с ним контакт. С кем? С сыном? Вы пытались наладить контакт? Или с мужем бывшим? Кстати, понимаете ли вы, что у вас уже два брака не сложилось? Сейчас третий брак. Если два брака не складывается, это сценарное поведение. Сценарий. Определенный жизненный сценарий. Поведенческий жизненный сценарий. Его, этот сценарий, нужно разбираться, чтобы не повторять ошибки. С точки зрения психологии, эээ, вы сами, как минимум на 50% ответственны за все то, что с вами происходит. Вопрос весь в том, готовы ли вы это разбирать. Эээ, лучше плохой мир, чем хорошая война. Эээ, это поговорки. Эээ, плохой мир, плохой мир. Эээ, это принижение, да, вот, то, что вы домработницей были, как вы говорите. То, что дом для него ночлегом только был, как вы говорите. Это и есть плохой мир. Но вы от него, от плохого мира, почему-то отказались. Согласитесь, двойной стандарт. То есть, если вам важнее плохой мир, чем хорошая, чем, эээ, хорошая война, то, наверное, не надо было разводиться тогда. Ох. А так получается, что, вроде бы, эээ, плохой мир лучше, но в то же время в плохом мире выжить не хотите. И да, кстати, за плохой мир приходится платить СССР. И весь вопрос в том, какую цену вы платите за этот мир. Плохой. Так, ребёнку, эээ, нужен брат и мама. Вообще-то, ребёнку ещё нужен отец. Ну, это так, к слову. Эээ, вообще, вы правы. Ребёнку нужна мама насчёт брата, не знаю, но ребёнку нужна мама, это точно. Это точно. Кстати, смотрите, ребёнка вы зачали, получается, до брака. Что тоже, в общем-то, указывает на определённую модель поведения вашу. Так, эээ, значит, на контакт не идёт, не объясняет свои действия, также не объясняет, почему не даёт видеться с ребёнком. Понимаете, у мужчины, мужчина, в общем-то, не должен вам ничего объяснять. Если ребёнок принадлежит вам, и если он, по сути, приписан к вам после развода, то вы правы обратиться в органы, и ребёнка принадлежит у мужа заберут. А так, вообще, контакт с вами поддерживать он не должен. И объяснять ничего тоже. Тем более вашей маме и тем более адвокату. Вот вашей маме и подавно. Обещают привезти ребёнка, но не привозят уже год. То есть, на контакт не идёт, но ребёнка привезти обещают. Странно. Как у вас это происходит? Он не отвечает вам, не отвечает, не отвечает, а потом отвечает, что я тебе привезу ребёнка и опять пропадает? Непонятно. А не привозят уже год. То есть, по сути, дочь год без мамы. Дочь год без мамы. При том, что ей три с половиной года. Кто за ней ухаживает, непонятно. Кто выполняет материнские функции, тоже непонятно. В то же время интересуется всё время моей жизнью, что у меня нового, и при этом вы говорите, что он не идёт на контакт. Тогда давайте раскроем то, как вы понимаете контакт. Потому что, на мой взгляд, контакт есть. Контакт есть, и вы просто не можете его поддерживать. Вы не можете вести себя правильно, чтобы этот контакт был с вашей стороны. Ну, по сути, вы говорите на разных языках. На языках того, чего хотите вы. Что у меня нового? Как же вы с мужем мелочами, что собаку завели, где бываю и т.д. Через знакомых. Угу. Прошу объяснить его чувства и поведение. Ну, вы знаете, психологи, они вообще не габелки, да, не предсказатели, не эзотерики, чтобы объяснять чувства и поведение другого человека, который, в общем-то, даже не обращается к нам. Нужно понимать, что мы можем что-то сказать о вас. Вот, например, то, что я сказал, да, что вы здесь, по сути, в позиции жертвы. Находитесь и плюс негативный сценарий на запрет близости с мужчиной, видимо, плюс вероятные проблемы с самооценкой у вас. Вот, вот эти вот проблемы, которые нужно вам решать. То есть, муж ваш, скорее всего, представляет свои эгоистичные цели. Какие? В первую очередь не оставлять вас равнодушны. То есть, чтобы вы о нем не забыли. Не забывали. Это первое. Второе. Вполне вероятно, он хочет вас позлить и тем самым мстит вам. Потому что хотел бы он наладить хорошие отношения, вряд ли бы забирал дочку и так далее. Он к вам неравнодушен, но неравнодушен он к вам скорее не как любящий человек, а как скорее оскорбленный человек. То есть, как тот, кого унизили, чье самолюбие задели. И он вот именно так себя и ведет. То есть, по сути, это компенсаторное поведение мужчинам. Вот. Вот, в принципе, все его чувства и все его поведение. Другой вопрос, опять же, что вы будете с этим делать? То есть, вот, Юля, я задаю вам вопрос. Вот вы узнали его мотивы, да, вы узнали мотивы его поведения. Хорошо. Узнали мотивы. Дальше что? Вам нужно работать над своим поведением. Вам нужно работать над своими правами. То есть, тут непонятно, вот, все те моменты, которые я озвучил, все они неислены. Да? Вот. Вполне вероятно, что вам нужно работать над собой для того, чтобы не повторить ошибки, которые вы совершали в двух своих браках, в третьем. Вот. Но для этого всего нужно работать с вами. Вот. А то, что вы хотите объяснить, объяснить его чувства и поведение, то, что вы пытаетесь найти этому всему объяснению, это ведь говорит о том только, что вы, например, не уверены в себе, или, может быть, у вас к нему тоже есть чувства. Вы, кстати, не написали, любите ли вы третьего мужа своего или нет. Вот. И вот это настолько говорит о том, то есть, то, что вы пытаетесь понять мужчину, да, который, в общем-то, ведет себя преступно. Да? Вот. Вот. Это говорит о том, что вы сами к нему возможно неравнодушны. то есть, понимаете, для здоровых отношений, для здоровых отношений, нужно, чтобы человек понимал себя. И хорошо осознавал себя. У меня нет ощущения, что вы понимаете хорошо себя и сознаете хорошо себя. Потому что вы пытаетесь объяснить его чувства и его поведение. Здесь у меня вопрос. А как часто вы делаете так в жизни своей? То есть, как часто вы ориентируетесь на позицию, позицию другого кого-то, не себя? Как часто вы ориентируетесь на точку зрения других людей, пытаетесь понять других, а не продвигать свою позицию? Ну и установка, которую вы называете, да, что лучше плохой мир, чем хорошая война. Это, конечно, очень сильно и здорово похоже на то, что вы склонны недооценивать себя. Вы склонны недооценивать свои интересы, склонны приносить их в жертву, вот, свои интересы. Ну, опять же, я не берусь это утверждать наверняка, но исходя из того, что вы написали, очень на это похоже. Вот. И позиция здесь, позиция здесь моя, как психолога, следующее. Учитесь, что вы выправляете свое состояние жертвы, вот, учитесь нести ответственность за свои действия, за свои поступки. Вот. Анализируйте свой сценарий, который на данный момент привел к тому, что вы в третьем браке. И тщательно выясняете свои права в том, что касается родителей. Потому что муж не имеет права забирать дочь от вас, по сути, он ее похитил, по сути. Вот. И за это ему вполне, вполне положено тюрьма, наказание, там, или что-то еще. Но для этого, для этого нужно, чтобы вы боролись за свои права. Вот. То есть, адвокат, это хорошо, но плохо, что есть мама, мама. Вот. Мамы, мамы, вот, быть не должно. На самом деле. Мамы, быть не должно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Ok. Продолжение следует...